Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня со мной моя собачка Моника. Я рада, наконец-то, вам объявить о том, что я возвращаю на свой канал страшные истории, только теперь они будут гораздо интересней. Вы мне понаскидывали огромное количество историй в моём инстаграме. Кстати, пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь, делитесь своими историями. На этот раз со мной поделилась история моя подписчица Вика, и, как бы, читав эту историю, я поняла, что она как-никак актуальна, потому что там отчасти присутствуют собаки и всё, что с этим связано. А я как раз-таки недавно приобрела себе собачку, точнее, мне подарил её Рус. Вот, и я подумала, почему бы не рассказать историю о собаках, о мистике, о том, что в конце концов меня подвергло в шок. Никак иначе, потому что, постоянно читая ваши мистические истории, я поражаюсь тому, насколько же мир удивителен, насколько мистических много ситуаций происходит с вами. Поэтому я хочу пожелать вам приятного просмотра. Эта история будет очень интересной. Мне будет очень интересно, опять же, прочитать ваше мнение ниже в комментариях, что вы думаете по поводу этой истории. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если же вы до сих пор этого не сделали. Потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. С Моникой я не буду на протяжении всего видео сидеть в кадре, просто решила вам ещё раз её показать. Но больше моей жизни, опять же, вы увидите в моём инстаграме. Присаживайтесь поудобнее. Наконец-то могу сказать вам любимую фразу. Запасайтесь печеньками, вкусным чаем. А я желаю вам приятного просмотра. Мы можем начинать. Этой историей со мной поделилась моя подписчица Вика. И это будет первая история после возобновления, как бы, моей мистической рубрики на канале. У меня она написала прям вот такой вот огромный текст. И чтобы вы понимали, я максимально попытаюсь сократить эту историю. Потому что, если я буду дословно вам рассказывать всё то, что она мне написала, то, как минимум, этот ролик будет идти где-то час-полтора. Начнём с того, что сама по себе Вика — интересная девчонка. Даже не девчонка, а девушка, чтобы вы понимали, ей 19 лет. Она достаточно взрослая на данный момент. А когда с ней произошла эта история, ей было 18. То есть примерно где-то плюс-минус год назад. Была зима. У Вики, к большому сожалению, не было близких людей, которые в ту или иную минуту могли бы её поддержать, как-то побыть с ней рядом. С ней практически никто толком-то и не общался, если только по учёбе. Ну и жила она в общежитии. Она занималась учёбой, жила на стипендию. То есть там дошираки, всякие быстроприготавливаемые продукты, лапша. Всем этим она питалась. У неё практически ни на что не хватало денег. Естественно, после того, как я прочитала эту историю, я ей помогла. Я нашла, кстати говоря, ей работу. Короче, девчонка — приятная личность. Я думаю, что обязательно расскажу вам о ней у себя в Инстаграме. Короче говоря, у Вики была бабушка, с которой она была в хороших отношениях. Это была единственная родственница, которая на тот момент была с ней рядом, как-то поддерживала Вики. Было достаточно пофигистическое отношение к собакам. Опять же, да, на какую тему будет сегодняшнее видео. Викина бабушка просто обожала собак, и у неё их было две. То есть не такие, да, как у меня Моника, маленькие там чихуахуашечки, яушерский терьер и прочее. Нет, у неё были прям такие большие собаки, я не знаю, там Алабай или как, короче, просто вот такие высокие, если я встану, то где-то по пояс, да. Такие прям защитницы. Вот, они были достаточно приличные, не хулиганили воспитанные собачки. Им было уже по восемь лет. Ну и, соответственно, Вика постоянно приходила к бабушке в гости, навещала. Бабушка рассказывала ей какие-то истории. Вика, в принципе, не верила до того, как с ней произошла эта история, во всё мистическое, там, в то, что я рассказываю. Она была уверена, да, там, что многие истории — это выдумка. Но, как минимум, я делюсь историями, которые происходили либо лично со мной, либо с вами, естественно. Вика очень дорожила бабушкой, к тому же у неё были сильные проблемы со здоровьем. Половину денег, что Вика зарабатывала, вообще свободные деньги, которые у неё появлялись, как бы Вика тратила на лекарства бабушке, потому что бабушке тоже в основном денежек не было. Вы наверняка задались вопросом сейчас или думаете о нём, типа, почему тогда Вика жила не у бабушки, раз у неё была квартира, а в общежитии? Ну, во-первых, как бы общежитие рядом с местом, где училась Вика. Да и к тому же у бабушки был только один диван, однокомнатная квартира, где, соответственно, было не особо много места с учётом двух больших собак. Поэтому, дорогие мои, Вика где-то, ну, раза три-четыре в неделю приходила, болтала с бабушкой, и в один прекрасный день, когда у бабушки появилась третья собачка, которой было не особо много месяцев, там где-то месяцев восемь-девять, короче, примерно годик должен был стукнуть собачке, Вика задалась вопросом, бабуль, у тебя и так квартира небольшая, зачем тебе ещё одна собака? Бабуля рассказала, что постоянно, когда она работала уборщицей, работала она у одной достаточно богатой семьи, просто ходила, короче, к ним в гости, убиралась, ей там платили по 500 рублей, по 600 рублей. Бабуля каждый раз, когда ходила из своего дома до дома, так сказать, той семьи, у которых она делала уборку, она постоянно видела достаточно странную цыганку. Вот знаете, как сидят цыганки в больших таких платьях, там с какими-то украшениями, в основном, которые сидят с детьми и попрошайничают, точно такая же цыганка на одном месте на протяжении трёх месяцев работы этой бабушки у той семьи, сидела и продавала щенят. Щенята, короче, были укутаны в такое одеяло тёплое, да, повторяюсь, я вам вначале сказала, что на улице была зима, собачки были вот так вот укутаны в одеяльце, ну и, соответственно, все скулили, кричали, не кормленные, не поенные, пытались вырваться, но я не знаю, как бы, почему они так всё равно достаточно спокойно, не разбежавшись, сидели в руках у этой цыганки. Наверное, это связано с тем, что, возможно, она как-то привязывала собачек друг к другу, потому что было видно только их головы, больше ничего. Папушка обращала внимание, пару раз подходила, в мисочку в специальную складывала цыганке там мелочь, какие-то монетки. И ещё буквально через месяц бабушка уже начала задумываться, почему бы не приобрести себе какого-нибудь чиночка. Не именно у этой цыганки, странной женщины, которая в основном молчала, пивала головой, у которой был очень странный взгляд. Вообще, в принципе, да, приобрести собаку. И буквально на следующий день, я не знаю, совпало или не совпало, но я верю во все эти знаки там жизни, судьбы и прочее, только бабушка задумывалась о том, чтобы купить собаку. На следующий день, когда она пошла убираться к той семье, она увидела, что как раз-таки та самая цыганка уже убрала вот эту вот мисочку, типа для того, чтобы собирать якобы на корм для собачек. Мы бы более увидела цену, по-моему, она продавала их там за тысячу рублей собаку одну. Бабушка начала задумываться, возможно, купить, возможно, не купить. Ну и, короче, с каждым днем собачек становилось всё меньше и меньше. Бабушка работала, уходила, опять видела собачек, и обращала внимание на одного щенка, который постоянно провожал её взгляд. Постоянно смотрел, как-то скулил, как будто бы пытался что-то своим взглядом донести до бабушки. Во время того, как бабушка постоянно задумывалась о том, брать щенка или не брать, её собаки, две старшие, постоянно скулили и очень странно себя вели. Как будто бы подсказывали ей, что нет, собаку брать лучше не нужно. Хотя вот фиг его знает, обязательно дослушайте историю до конца. На следующий день бабуля стала плохо, она стала плохо себя чувствовать, заболела. С учётом того, что и собаки странно себя вели, и сны начали странно сниться. Короче, бабушка заболела. И три недели, если не месяц, бабушка просто провела сидя дома. Её навещала Вика, её лечили, вызывали бесплатную скорую. Там, короче, вся помощь, всевозможная, короче, бабуля становилась всё хуже и хуже. Как только у бабушки закончились деньги, у Вики тоже не особо было много возможностей как-то поддерживать бабулю, потому что и так у неё стипендия была 650 рублей. Вот, поэтому бабуля решила один раз, как только ей полегчало, хотя бы ненадолго выйти на работу. Прибраться хотя бы там, ну, за полчаса, чтобы ей дали там, ну, хотя бы 400-300 рублей. Буквально там купить какие-то минимальные лекарства, да, для того, чтобы бабуля стала легче. Бабушка выходит на работу и обращает внимание на то, что осталось уже всего лишь один щенок. И это как раз-таки был тот самый щенок, который постоянно провожал её взглядом, обращал на неё внимание. И тут бабушка поняла, что как бы, да, у неё есть какие-то накопления, но даже если она исходит на уборку квартиры, да, к той семье, ей всё равно не хватит на собачку. Ну и, соответственно, происходит так. Она договаривается, её вот эти вот клиенты как раз-таки, эта семья очень любила, она говорит, ну, поприбирайтесь, мы вам дадим 1500 рублей. И как раз-таки бабушка была достаточно грустная, у неё спросили, как бы, что случилось, что и как, вот. И она как бы рассказала, что бедный там щеночек, кто его не покупает, уже как бы всё равно на улице холодно, погода не такая уж и хорошая, я хочу приобрести щенка. Короче, ей дали денег, она немного прибралась в квартире, ей опять стало ещё хуже. Ну и, короче говоря, она на обратном пути подошла уже к той странной цыганке, которая уже просто ни с кем не разговаривала и постоянно вот так вот сидела с этой одной собакой и смотрела как будто бы сквозь всё, что она якобы видит. И тут бабуля подходит, спрашивает, узнаёт по цене, ну и, как оказалось, собачка уже стоит дешевле. То есть картонку эту с ценой убрали, последнюю собачку продавали дешевле, потому что никто так и не мог её купить, не продавался щенок. Бабуля обрадовалась, потому что у неё появились ещё деньги, она немного сэкономила ещё, с учётом того, что ей дали в два раза больше денег, чем обычно на уборке. Ну и вот, она возвращается домой вместе с щенком, приводит, открывает дверь. Они понимают, что собаки начинают себя вести просто отвратительно. Они начинают скулить, гавкать, убегать, бояться, хотя свою бабушку они чуть ли там не в окна выглядывали, ждали свою там любимую хозяйку, но как только бабушка вошла с этим щенком, собаки начали бояться, гавкать. Просто абсолютно такого неадекватнейшего поведения они были, что бабушка реально удивилась, потому что никогда такого не видела от своих собак. Вот, щенок был той же самой породы. Вика приходит, бабушка рассказывает, да, там буквально через пару дней ей эту историю. Вика говорит, ну, конечно, ты даёшь. Ну ладно, если ты там хотела, то ничего страшного, окей. Но, как только Вика заходила в тот день познакомиться с этим маленьким щенком, она обратила внимание на то, что те две старшие собаки к ней относятся просто потрясающе. Любят её, там обнимают, прыгают на неё, переносят в зубах игрушки. А тот щенок, который уже, да, спокойно ходил, почти что годик, он на неё рычал, смотрел таким взглядом, просто показывал свои зубы. А щенок-то так-то не маленький уже, нифига себе, это просто по возрасту он считается маленьким, да. И он постоянно как-то реагировал на неё, типа, уйди отсюда, резче, быстрее, ты мне вообще тут нахер не нужна, свали. Ну и, в общем-то, теперь приступаем к самому страшному вообще, из-за чего я, в принципе, решила снять это видео. Проходит буквально две недели, бабушке стало ещё хуже после той уборки, она лежала дома, ну и, соответственно, у неё остановилось сердце. Бабушке не стало, причём это произошло достаточно внезапно. Вика обратила на это внимание только тогда, когда бабушка перестала отвечать на телефонные звонки, когда вообще она была без какой-либо связи. Ну и Вика из-за того, что, во-первых, её внучка, во-вторых, она следила за её здоровьем, и бабушка достаточно часто спала, у Вики были ключи от её квартиры. Она заходит, понимает, что бабуля не дышит, что у неё сердечко остановлено, собачки вообще не понимают, что делают, думают, что бабуля в очередной раз спит. А собака, которая плохо к Вике относилась, вообще вот так вот, чуть ли не как кошка дыбом встала, на неё смотрела, в общем, поведение у них было не как обычно. Ну и, соответственно, Вика решает все эти вопросы на протяжении двух недель, бабушку хоронят, ну и Вика понимает, что как бы щенков-то и собак, в принципе, девать некуда, выкидывать их на улицу нельзя, тем более она знает, как бабуля относится к собакам. Забыла сказать о том, что когда бабуля покупала вот этого маленького щенка, цыганка ей сказала очень такие интересные слова, наподобие «береги эту собаку и не отдавай в чужие руки, и тогда у тебя всё будет хорошо». То есть вот эти вот слова, вот эта вот цыганка, женщина, которая просила деньги, продавала собак, сказала бабушке, и как бы она не особо обратила на это внимание, но всё равно из уст этой женщины, которая практически не разговаривала, это звучало очень странно. Вот, поэтому как бы бабуля Вике об этом тоже рассказала. Ну и вот, возвращаемся к этому моменту, что бабулю похоронили, собачек было некуда девать, ну и, соответственно, Вика решила буквально пару-тройку недель пожить у бабушки в квартире. Ну и Вика искала ВКонтакте, в приложениях, в Инстаграме, на всяких вот сайтах, выставляла объявления, что вот отдаются щенки. Сначала Вика подумала их продавать, да, просто за деньги, чтобы заработать хотя бы какую-то минимальную сумму, но ей нужно было уже как можно, ну, типа, поскорее, да, собачек продать или просто отдать в добрые руки, потому что ей нужно было, ну, во-первых, вставать на два часа раньше, чтобы успевать на учёбу, да и как только Вика приходила домой к бабушке, а бабушки-то и нет, собачки всё везде загадили, всё везде раскидали. Короче, Вике было очень тяжело. Ну и буквально через недельку, да, проживание в бабушкиной квартире, она обратила внимание на сообщение в ВК. Впервые написала, вот единственный первый человек, это девчонка, оказывается, с которой у неё был диалог 4 года назад. 4 года назад Вика общалась с девчонкой, которая решила забрать всех трёх собак. Вика обрадовалась, тем более это человек, с которым она как-никак была уже знакома, да и в принципе уже она думала, что да, я отдам собак, всё спокойно, с квартирой потом вопросы решу, посмотрим, что будет дальше. Что происходит, дорогие мои, вообще вот этот вот весь самый софт? Весь этот день после того, как Вика согласилась отдать этих трёх собак, в квартире просто какой-то хаос происходил. Собаки орали, собаки визжали, собаки истерили, собаки гавкали, собаки скреблись во входную дверь, собаки лаяли в пустое место, собаки бесились настолько сильно, как они не бесились никогда. Но и до этого, в принципе, Вика обращала внимание на какие-то странные мелочи за ту неделю, пока собаки не продались или не отдались в добрые руки, на какие-то мелочи в квартире. Типа резко включается телевизор, ну ладно, квартира там старая, возможно какие-то глюки. Вика прекрасно помнила, например, что когда уходила на учёбу, она выключала свет в квартире, она приходит, выключается именно наверху, свет везде включён, и лампочки перегорели. Или когда она засыпает, она слышит какие-то непонятные звуки, как будто бы кто-то скребётся, хотя как бы собаки три лежали около неё и как бы спокойно спали. В общем-то, всё, на следующий день Вика должна была отдать этих как раз-таки трёх собачек этой девчонке, с которой она общалась. Она сказала, что даст ей там 500-600 рублей просто, чтобы как благодарность. К тому же, эта девчонка жила в загородном доме, к тому же, она сказала, что скоро потеплеет, собачки будут жить просто долго, счастливо, да, можешь там не переживать. Вика обрадовалась, наступила ночь, и ей приснился максимально какой-то страшный сон, который заставил её проснуться просто в холодном поту. Во сне она увидела, как бабушка просто стоит, смотрит на неё, плачет, потом медленно встаёт на колени, рыдает. Это ещё, знаете, сон был с таким эхом, как будто бы реально кто-то разговаривает, то ли в бутылку впустую, да, вот когда такие звуки непонятные, то ли как будто бабушка в этом стене находилась в подъезде, то ли что. Но, внимание, сон был настолько реалистичный, что Вика проснулась и реально была уверена, что бабушка находится в подъезде, да, потому что обои были, ну, фон, где бабушка стояла, был очень знакомый, и Вике даже посреди ночи пришлось выйти в подъезд и посмотреть, потому что, ну, типа, вдруг это какой-то знак, может что, вдруг бабуля на самом деле жива. Хотя в это не особо верилась, но я представляю, что да, если снится человеку такой реалистичный сон, почему бы не пойти и не проверить, потому что, мало ли что, я вообще достаточно суеверный человек, я бы на месте Вики тоже встала и пошла посмотрела. Вика просыпается, ну и, соответственно, что происходит, дорогие мои? Вика сначала выходит в подъезд, естественно, там никого не было, заходит в квартиру и обращает внимание на ту комнату, где лежали собаки, друг на дружке. Собачки были мертвые, две старших собаки. Одна была живая, соответственно, она лежала на кроватке вместе с Викой, потому что уже начала относиться к ней не так плохо. Вика начинает исторически рыдать, потому что замечает, что собаки просто, ну, все, они мертвые. Они лежат друг на друге в очень странной позе. Естественно, что делать, да, человеку, который не особо не знает вообще, как распоряжаться с собачками, она, естественно, гуглит в интернете, что делать, ну, или обычно, как люди поступают, когда что-то случается с собачками, они сразу же ведут их в ветеринарную клинику. Собаки тяжелые, большие. Вика еле как смогла справиться, да, со всей этой историей, еле как довела собачек до ветеринарной клиники. В этой клинике на нее посмотрели с ужасом, когда она показала собачек, сообщили ей о том, что собачки не своей смертью погибли, тут как бы их задушили, и это очевидно. Вика не понимает, что происходит. Собаки были закрыты в квартире, никого не было. Каким образом могли задушить собак, как это вообще произошло, что за кошмар? Вика в шоке, понимает, что что-то с собачками нужно делать, и уже шансов на то, что они выживут, абсолютно никаких нет. Поэтому, немножечко порыдав от шока, Вика отправилась домой и сообщила девочке, что собачек не стало, как так произошло. Она даже не понимала на тот момент. На что девочка ей сказала, что ничего страшного, никаких соболезнований, ничего, просто как будто бы ей было все равно на вот эту вот гибель собачек, которых она хотела забрать себе в семью, да, вот. Она сказала, ну, вообще пофиг, я заберу твоего маленького щенка, и все, живи спокойно. Вика два дня подходила, пыталась разобраться, что делать, чувствовала на себя максимально тревожно, постоянно чувствовала чье-то присутствие, но на удивление, после гибели вот этих двух собак, ей не снились никакие сны, не снилась бабушка, ничего такого не было. Проходит два дня, девочка приезжает к бабушке на квартиру, Вика отдает ей эту собачку, и в этот момент понимает, что как бы эта девчонка, которой она отдает собаку, стоит около порога. Собака уже рядом с ней, она купила специальный поводок, буквально через пару секунд Вика обращает внимание на то, что она увидела позади этой девочки силуэт своей бабушки. Не полностью бабушку, да, а прям черный силуэт, который стоял и показывал вот так, ну, типа, как будто грозил пальцем. Как будто бы бабушка каким-то знаком пыталась донести до своей внучки, что эту собаку отдавать не надо. Но Вика подумала, окей, ладно, я отдам собаку. Естественно, она очень напугалась, но все это она сваливала на то, что у нее уже шиза какая-то после смерти бабушки. Вот, поэтому собаку она отдала. Ну и подумала, что съездит через недельку, навестит за город к этой девчонке, как там собачка, и наконец-то закроет этот вопрос. Проходит неделя, Вика возвращается в общежитие. В тот момент, когда она закрывала квартиру и собиралась оставлять ее пустующей, да, так сказать, она увидела в отражении, опять же, силуэт своей бабушки. Напугалась и резко закрыла дверь. До последнего она думала, что да, это все какая-то обманка, что этого просто быть не может, что ей это все мерещится. Опять же, я вам вначале говорила, что она до последнего не верила во всякие эти мистические страшные истории, да, но она знала обо мне, знала о том, что у меня как бы есть такой контент. Ну и, короче говоря, Вика обращает внимание на то, что все резко прекратили как-либо общаться с Викой. Ее пытались вообще выселить из общежития. Все на нее смотрели, все ее боялись, все ей шугались, как-то не общались. Короче, Вика даже подходила к какой-то своей более-менее такой знакомой, с которой она минимальную связь поддерживала и спросила, а что вообще случилось. На что на нее смотрели, просто как на какого-то, я не знаю, демона, и просто говорили, отойди от меня, пожалуйста. У Вики со временем началась истерика, она не понимает, что происходит, но и от безысходности, потому что с ней общалась только та девчонка, ну так, регулярно, типа, отвечала более-менее адекватно на ее какие-то сообщения, которая взяла, собственно говоря, вот эту одну собачку. Вика на выходных решила отправиться буквально, да, на день на второй к этой девчонке, за город отдохнуть, ну и, соответственно, побыть собачкой, с которой она более-менее привыкла. Вика заходит в дом к этой девчонке и обращает внимание на то, что там не дом, а просто какой-то кошмар. Все обои содраны, висят старые картины, висят старые какие-то непонятные фотографии, знаете, как в каких-то ужастиках, там какая-то телка с открытым ртом в белом платье, там какая-то повешенная кошка на дереве, короче, просто какой-то кошмар. Полы скрипят, дом очень старый, как будто бы вовсе заброшен. Полная антисанитария, нету порядка, все, короче, ободранное, содранное, старое. На что Вика спрашивает, а где собака, как ты ее в таких условиях держишь, как ты вообще, ну, тут живешь, и зачем тогда я вообще приехала, что происходит? На что эта девчонка начинает вести себя странно достаточно. Она говорит, ой, прости, пожалуйста, совсем забыла тебе сказать, у меня на вот эту вот собаку началась аллергия, ну и к большому сожалению, я не могу тебе ее сейчас показать, она находится у моей мамы, а мама в городе. Она говорит, ну как бы я ехала изначально за тем, чтобы посмотреть, как щенок, и я ехала к тебе из города, где изначально, да, там как бы находилась собака за город, и ты мне говоришь, что она в городе. В общем, капец какой-то. Ну и наконетала жуткая атмосфера в доме, постоянно были какие-то странные непонятные звуки. Эта девчонка отводит Вику наверх и говорит, садись тут, я сейчас сделаю нам чай. Вика сидит и понимает, что она чувствует присутствие бабушки. Ну, в общем-то, изначально она, ну, где-то 2-3 минуты чувствовала чье-то присутствие, но не понимала, что это присутствие именно бабушки. Потом, как только она вновь, уже третий раз увидела ее силуэт, который уже показывал не грозившим пальцем, да, типа не надо, а показывал пальцем вниз, и она поняла, что что-то не так. Бабушка как будто бы что-то показывает, что-то пытается донести до своей внучки, уже будучи на том свете. Вика начинает смотреть на пол, не понимает, куда она показывает, тем более, как бы, Вика на втором этаже. Силуэт бабушки исчез, как только Вика пару раз моргнула. Вика оглядывается и видит, что под ковром, около ковра, короче, есть, как бы, ну, вот такой вот люк, который можно открыть, то есть, ну, прям видно, что там как будто люк на втором этаже, внимание, да, как бы, если там люк, а она на втором этаже, то, как бы, люк-то вниз уходит, да, как бы, в чем прикол, короче, ладно. Вика пытается открыть люк и чувствует, как в этот момент поднимается вот эта вот девчонка с очень громкими криками. Стой, подожди, я забыла тебе кое-что сказать, подожди. Она влетает в комнату, и в этот момент Вика уже открыла люк, увидев там огромное количество мертвых собак. Огромное количество. Ну, то есть, там их было 10, 12. Ну, то есть, поверьте мне, это реально огромное количество для какой-то девчонки, которая сейчас живет одна в каком-то непонятном доме. Ну, и, соответственно, там была одна единственная собака, живая, а остальные мертвые. И как вы думаете, какая это собака? Да, та самая, которая была отдана этой странной девке в руки. На что эта девка подбегает, закрывает люк, собачка там начинает скулить, видно, что она голодная, уже просто истощена, не евшая, не пившая, ничего. Эта девка налетает, видно, что у нее какие-то странные сразу глаза, она зверевшая, бешеная, с этим чаем в руке просто проливает на Вику кипяток, набрасывается, орет, на что она просто подхватывает любую палку и фиганула ей просто со всей силой по голове. Короче, она просто, ну, так более-менее пыталась оторваться от нее. Быстро открыла люк и забрала эту собаку, которая просто была в неадекватном, каком-то отвратительном состоянии. Мне аж не по себе, ребят, если честно. Вот, собачка была худая, настолько худая, что Вика даже такую большую собаку спокойно смогла поднять на руки. Естественно, Вика вызвала полицию, рассказала обо всем, и эту девчонку через пару дней посадили. После того, как Вика обратно забрала эту собаку, все странные вещи прекратились. С Викой снова все начали общаться, снова все начали дружить, перестали происходить странные вещи, а перестали сниться странные сны. Бабушкина квартира ожила, то есть там не было уже какого-то такого тихого ужаса, когда ты заходишь в квартиру и чувствуешь, что в ней что-то не то. Естественно, Вика не оставила эту ситуацию просто так, и со временем поняла, что в конце концов произошло. Я сейчас вам, ребята, объясню. Говорю же, эту девчонку, которая издевалась над животными, посадили. Ну и, как оказалось, та самая цыганка, которая продавала собак, умерла в тот же день, в который и умерла бабушка. Они умерли в один и тот же день. У бабули остановилось сердце, а эта цыганка, как оказалось, просто разводила животных, пыталась их продавать, и те, которые ее раздражали, она просто над ними издевалась. Вот, и доводила до отвратительного состояния, потом без еды, без воды оставляв их в люке. Вот такая вот история, соответственно. Как узналась потом, эта цыганка, это была мама той девчонки, которая тоже издевалась над животными, и раньше они жили вместе в этом доме. И девчонка, так сказать, насмотрелась на свою маму и продолжала, так сказать, всей этой фигней заниматься. Ну, по крайней мере, не обратилась в полицию, не рассказала бы всем этому, держала все в тайне, вот. Ну, и накинулась на девчонку. Хотя сама она, как она потом сказала в показаниях, она не издевалась над животными, это все делала мама просто. Перед смертью она ей сказала, не открывай этот люк. Но девчонка, как я поняла, уже решила немного пойти по стопам мамы, и положила в этот люк собачку, в собачку, которую ей отдала как раз-таки внучка той бабушки, Вика. Мне очень интересно услышать ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этой истории. В итоге сейчас ничего такого мистического уже не происходит. Девчонка вот эта вот сидит в тюрьме, естественно, она была на два года старше Вики, ей 20 лет. Вот, она до сих пор не признает свою вину, говорит, что во всем этом виновата мама, что она там довела ее до такого состояния, она ее заставляла, она ее пытала. Короче, да, даже такие истории происходят, ребята. Я очень хочу вас попросить, чтобы вы были внимательными. Обязательно обращайте внимание на то, как ваши животные ведут себя, потому что я все-таки верю, что через животных есть какая-то связь с потусторонним миром, как бы это ни казалось странно, потому что, ну, что маленькие новорожденные дети видят какие-то вещи, да, которые не видят уже достаточно взрослые люди, что и собачки, щенки тоже могут видеть то, чего не видят люди. Ну, или кошки, да, то же самое. История закончилась тем, что Вика оставила себе эту собачку, ну, и все-таки решила переехать в квартиру бабушки. Вот. Как-то ей стало там более-менее спокойно, там уже начала царить такая хорошая атмосфера. К сожалению, очень жалко, что тех двух собачек бабушки не удалось спасти, и что это было до сих пор остается загадкой. Ну, а я хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр. Вот эту вот свечку возьму, которая подходит под мою кофту. Так сказать, немножечко передам вам вот эту мистическую атмосферу в этом ролике. Если же вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну, и если вы досмотрели это видео до самого конца, прямо до этого момента, отправляйте мне вот этот эмодзи в мой директ в Инстаграме. То есть я сразу же пойму, какие зрители досматривают мое видео до конца, и буду делать вам сигны, видеоприветы, подписываться на ваши аккаунты, ну, и, соответственно, общаться с вами, ну, или слушать ваши истории, если таковые есть, и, возможно, именно ты попадешь в следующее мое видео. Жду ваше мнение ниже в комментариях. У нас с вами была Карина. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok